Моя любимая машинка. Блин, побила градом её. Ладно, сыночек любимый приехал, обрадовал папу. Попал под град, у нас сегодня град был, с тремя одеялами. Да, причём, да, одеялами укрывали и... Коврами, коврами. Или коврами. Вот, сам делись, рассказывай. Пробило на крыше сквозь два ковра. Ну, тут подфортило, в принципе. Вот тут чуть-чуть побило, остальное целое. На багажнике ещё не занимались. Здесь лежало два ковра, ну, относительно тонких, где-то миллиметров. Один был миллиметров 10, другой был миллиметров 15 ворс. Всё равно пробило, ну, можно сказать, повезло. Ковёр здесь миллиметровым ворсом, который лежал только на капоте. Там уже отдефектовано. Ну, вот тут отделались лёгким испугом с багажником. Ну, кое-где, да, есть. Да, вот тут как раз на крыше, где ковёр лежал с толстым ворсом, там ничего не засыпило. Ничего, а по краям... А по краям, где его не хватило, да, там уже всё. Ну, тут видно. Ладно, в дальнейшем потом это всё будет видно. В общем, сейчас решили заняться капотом. Клеим, поклеим, клеим, поклеим, что получится. А потом уже будем ковырять, как бы, ковыряться уже этим самым крючочком. Решили, так сказать, сегодня уже поздно чуть поковырять и разбегаться. Ну, как я уже говорил сейчас, не всегда получается снимать их. Вот такие вот умятинки. У них тут немало. Ну и немного, в принципе. Ну, в общем, есть чем заняться. По выходням, да? Да, 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 да. Вот что-то автофокус не автофокусирует. Ну, вот, потихоньку разряжается. Вот здесь уже приточок этот, вот этот уже сделался клеем. Сам причём сделался. Ну, здесь ещё одна осталась на краю. Вот видно. Что, золочка? Ничего, потихоньку всё, она преобразится. Конечно, не знаю, как здесь, сёстрые вмятины. Побило, конечно, хорошо машинку. Ну, что делать? Будем делать потихоньку. Ну, вот такая, короче, идёт работа. Дёргаемся, забиваем, дёргаемся, забиваем. Потихоньку, помаленьку. По одной, по одной, по одной вмятин становится меньше. Вот. Нормально работает. Кстати, вот он, мой новый. Для работы по жёстким лакам он, или по жёстким, как бы, моментам. Новый керн. Я просто рад, что у меня теперь такой есть. Очень хорошо работает, корректно. Вот, заточка у него такая интересная тут. Вот. Так что всё хорошо. Точно так же, как и вот этот вот хороший кернышек. Или пробойник, кто как называет, как бы, тут вопрос не в этом. Ну, как бы, пробойник, да. Но этот немножечко помягче. А этот прям хороший, жёсткий. Очень хорошо работает, мне нравится. И с магнитами. Вот этот вот, он, 13 миллиметров в диаметре. Надо к нему тоже магнитик или два будет присобачить. Потому что, ну так, раз, и побежал он, и убежал. А так, он кинул. Точно так же, как и грибочки. Есть вот с магнитами, с ними очень хорошо, комфортно работать. Ладно, продолжаем дальше. Клей подстыл. Потихоньку вышли на кромку капота. Вот, а здесь вот у нас три там или четыре вмятина. Одна, правда, прям на краю, на ребре. Но ничего, я думаю, справимся мы с ней. Вот, надо доделать. Решили залезть на крышу. Вот она, вмятинка. Видно я? Ага. Попробуем ее дернуть, поддернуть, выдернуть. На капоте уже чуть подходили. Ну да, здесь чуть почистилось. Но здесь все остальное еще не трогалось. Потому что, потому... не все так быстро, как хотелось бы. Не все так быстро, как хотелось бы. Осталась меньшая часть. Так. Вот тут плохо фокус наводится. А ты подожди. Ага. Его надо подождать. Не так быстро наводится. Не так быстро наводится. Ну и что у нас там получилось? Ага. Разбираем чуть больше. Машины там отправляют в гараже? Да-да. Примерзает. Посмотрим, что дальше. Вот. Смотрим. Сынуля помощничек. Делал сам свою машинку. Надергал. Папе. Теперь пусть у папы голова болит. Дергает немножко не там. Ну ничего. Зато я потренируюсь. На камере. На красивой. Ничего. И я поучусь. И сынок мой поучится. Вот. Вот так весело. Проводим мы время. Один дергает, другой забивает. Вот. Вот. Кое-что. Позабивал. То, что сыночек надергал. Вот. Ну тут как бы надо заниматься. Неудобное положение. Неудобное положение. Я думаю, что проще будет капот. Тут он четыре болта открутил и снять подвод воды. Вот. Снять его. Вот это вот отщелкивается элементарно. Поставить на стол, взять крючочек в том гараже. Потому что здесь ничего нет. Это каждый раз бегать. Тут носить смысла не вижу. Поставить на стол и один раз взяться и сделать. Вот. А пока что займусь вот такими вещами. Тут нещадно град лупил. По стойке тоже. В общем хорошего мало настучал. Вот. Такие вещи сейчас вот возьмусь тут. Чуть тут надо поделать. Вот тоже вмятина крупная. Вот. И возьму клеем, поработаю. А что делать? Надо выпрямлять, а не сидеть сложая руки. Вот. Для сравнения. И тут тоже. Мятенка. Палец прям помещается туда хорошо. Надо клеить, надо делать. Процесс пошел. Клеимся, дергаемся. Потихоньку будет выходить конечно. Потому что. Я не хочу перетягивать, чтобы потом не забивать лишнее. Лучше. Три раза приклеится, чем один раз перетянуть. Как-то так. Так. Ну вот первый результат на крыше. Вот здесь вот это была блямба у нас. Вторым номером вот здесь было нашей программы. Вот здесь тоже тычок будем делать. Вот приехал ребенок опять мой. На машинке, на моей любимой. И вот здесь вот встал вопрос. Крылышко подрепетировать немножко. Вот. И вот таким образом тут и есть доступ. Вот отсюда в крыло. Вот. И вот такая вот приспособочка. Получилось у нас до ремонта как раз в крыле. Вот. Под насадочки. Пришлось вот увеличить. Такой. Наварить на балдашничек. 25 миллиметров. И получился инструмент. в котором такая ковырялочка получилась, которой нормально можно ковырять крылья.